Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о молодом вине. Коснемся темы, что это такое, когда в принципе вино готовое и его уже можно употреблять, насколько это можно делать, либо нельзя, вред пользы. Поговорим о винном камне, там тоже много мифов всяких ходит. В общем, разберем всю эту тему. Итак, начнем с того, что же такое молодое вино. Ну, на самом деле, под терминологией молодого вина попадает очень-очень много чего. Известный такой вид, сорт молодого вина – это бажоленово. Ежегодно во Франции отмечается его праздник. Ну, в общем-то, если собрать все термины, молодое вино – это то, что еще либо чуть-чуть не добродело, либо только-только закончило своеображение. Соответственно, в этом вине еще может быть много различных и живых дрожжей, и других микроорганизмов, различных частиц и всего-всего остального. На вкус молодого вино оно будет легкое, может чувствоваться какая-то горчинка, кислинка. То есть, ну, в зависимости от того, что вы делаете в своих домашних условиях, то есть, оно может быть разным. Если касаясь еще, допустим, в мире, то бажоленово, там только один сорт используется для приготовления вот этого вина. А в других странах молодым вином называют любое вино, которое вот только-только выбродило. Ну, коснусь нашей темы, да, то есть, когда можно пить. Ну, во-первых, когда только-только отбродило. Ну, понятно, что если вино только отбродило, с одной стороны, оно может в процессе окончания брожения, оно постепенно осветляется, но, тем не менее, еще его осветления может быть недостаточно. Смотрите, вот этот бокал, это то, что у меня вот еще немножко бродит. После снятия с осадка, я вам показывала, после того, как я перелила, возобновилось брожение, и вот последняя бутыль, она немножко бродит. Ну, вот-вот такое получается вино, вроде бы ничего, но на самом деле, сейчас я покажу интересную штучку. Так будет наглядно. Ну, вот оно какое. Конечно, ну, камера не полностью передает, еще она немножко мутноватая. А если я посвечу вот с этой стороны, с вашей, ну, вот уголочек виден, видите, то кажется оно таким совсем-совсем мутным. Там еще взвеси всякие плавают и все прочее. Кстати, именно вот эти вот примеси, еще небольшое наличие углекислого газа может влиять на характер вина. То есть часто молодое вино, оно может чувствоваться, например, легким, ну, после него может быть там похмелье, оно может что-то, какие-то виды могут давать эффекты на голову, какие-то... Может оказывать влияние на ноги, на опорный двигательный аппарат. То есть молодое вино такое несколько коварное. Но об этом поговорим позже. Значит, вот это вот я показала то, которое только вот останавливается брожение, уже конечное там яблочное молочное. А вот это то, что уже немножко постояло на холоде. Опять показываю в контровом. То есть оно немножко более прозрачное. Ну, опять же, камера, к сожалению, не все передает, чтобы было наглядно, но тем не менее. Оно более прозрачное. Но если я посвечу сбоку, то все равно оно такое модненькое. И вот уже, к сожалению, не видно. Но это потом может еще покажу. В таком вине, которое немножко постояло на холоде, хотя видите, визуально оно чуть-чуть отличается. Могут быть видны такие маленькие перламутровые кристаллики. Эти маленькие перламутровые кристаллики – это кристаллики винного камня. Сначала они плавают по всей поверхности. Иногда могут даже собираться вот здесь вот сверху. Немножко их в холоде может быть видно. Вы увидите. По всей толщине будет такие вот перламутровые, как реснички. Потом они со временем выпадают в осадок. То есть, ну, если мы хотим пить молодого вина, в принципе, ну, ничего такого страшного. Вот это, кстати, реформа тоже уже отстоявшаяся. Если смогу, сделаю небольшую вставочку, что было, что стало. То есть, вот видите, постояв пару недель в прохладе, оно, кстати, в реальности светлее. Вы его видите желтым, я его вижу гораздо более светлым. Но оно уже гораздо более прозрачно. То есть, постепенно оно осветляется. Так вот, значит, для эстетики, если мы хотим пить вино, которое только от продела, ну, конечно, его лучше пропустить через какие-то фильтры, через несколько слов марли, ткани, чтобы немножко вот это вот муть убрать, но полностью все таким образом не уберете. В это время, как я уже говорила, оно может быть кисловатым, оно может быть немножко с горчинкой. Но, тем не менее, вы уже почувствуете ароматику, вы почувствуете вкус и основные тона вина. Чем больше оно будет стоять, но мы не берем глобально много-много времени. Мы говорим о перспективах ближайших пару месяцев. Когда оно постоит, стабилизируется, оно будет еще вкуснее, еще приятнее. Но даже сейчас вот здесь вот мои розовые литовские сорта, и ароматика идет невероятная. Запахи такие фруктовые, очень нежные, очень приятные. То есть, ну, в общем-то, уже можно пить, но если вы проявите терпение, поддержите немножко в прохладе, а лучше подольше, выпадет тот же винный камень, он уменьшит кислотность, и вино приобретет более приятный вкус. Дальше, что касается винного камня, буду подсвечивать. Смотрите, вот он, вот эта емкость реформы, и вот то, что выпадает на стенках, вот это винный камень. И теперь смотрите, я поднимаюсь фонариком вверх, видите, вот это вот на стеночке кристаллики. Это камень. Ну, ее в емкости в самой не видно, но вот на стенках он пошел образовываться. Как видите, винный камень любит какие-то стенки, какие-то поверхности. Именно поэтому в хороших бутылках специально вот эта вот выпуклая донышка, для того, чтобы и выпадал винный камень, и там собирался. Винный камень – это один из явных признаков того, что вино натуральное. И если он выпадает там где-то в бутылках, на самом деле это хорошо. Выпадать он может долго, но я уже говорила, что холод этому способствует. Ну, а теперь вернемся к тому, значит, молодое вино, польза и вред. Ну, вред, конечно, всегда приносит чрезмерное употребление алкоголя. Плюс я говорила о том, что молодое вино, оно все-таки может быть непредсказуемым. То есть там и сивушные масла могут присутствовать в большем количестве, но еще много различных других веществ, плюс остатки дрожжей, все-все-все вот это, которые могут оказывать на нас влияние. То есть это может быть похмельный синдром, это может быть какие-то другие негативные влияния. Ну, на самом деле, конечно, все зависит и от количества. Если вы там небольшое количество вот такое за вечер выпьете, ничего вам страшного не сделается. Но есть еще другой такой миф, не знаю, кому, кем он был придуман, то, что молодое вино до выпадения винного камня, значит, пить его опасно, и вот этот самый винный камень, он оказывает очень негативное влияние на почки. Повторюсь, не знаю, кто это придумал, чья это байка, но тоже будем развенчивать мифы. Что такое винный камень? Винная кислота выпадает в соль, калия и кальция. Калия, по-моему, больше, кальция чуть меньше. Выпадает, как видите, при холоде. То есть, простите, как в нашем организме эта соль может выпасть, если она повступила в виде кислоты, но дальше уже мы не будем рассматривать биохимию этих процессов. Ну, как минимум, надо вот это вот прохладно, для того, чтобы это выпало в соль. Более того, винный камень, его специально выделяют, вот эту соль, используют в промышленности, используют для... Это очень хороший разрыхлитель для теста. Используют для этого, а кроме того, используют и в медицине, в качестве мочегонного средства. То есть, оно чистит почки, но никак их не засоряет. И ассоциация камень с камнями в почках не имеет абсолютно никакого близкого родства и абсолютно ни на что не влияет. Так что, если вам хочется пить молодой вино, вы его пить можете. И пейте его спокойно. Более того, если тоже почитать многие источники, то оказывается, молодое вино, оно просто там супер кладезь витаминов, минералов и супер-пупер других полезных веществ. Ну, к этому тоже я на самом деле отношусь очень скептически, ввиду того, что, ну, кроме своей пользы, молодое вино еще может преподнести много различных сюрпризов. Ну, опять же, при переборе дозы. То есть, вот, такой бокал за вечер, я имею в виду в такой степени наполненности, потому что тут бокал в районе пол-литра, ничего негативного не принесет, но надеяться на то, что это какое-то лекарство и панацея, это тоже глупо, да? Там много всего интересного содержится в вине, впрочем, не только в молодом, но, тем не менее, сильно верить, что это уже там такой супер-пупер кладезь витаминов тоже не стоит. И заканчивая сегодняшний разговор, подытоживая, что хочется сказать. Если очень хочется, попробовать. Ну, во-первых, пробовать смело можно в таких умеренных количествах. Хочется пить молодое вино, пейте с удовольствием, если вам это нравится. Но если вы проявите немножечко терпения и дадите вину правильно осветлиться, правильно отстояться, стабилизироваться, то оно будет гораздо вкуснее и приятнее на вкус. Поэтому проявите немножко терпения всему свое время. Понятно, что при небольших количествах очень хочется бы быстрее попробовать, что это такое. Ну, попробовать, попробуйте, а так подождите хотя бы до Нового года. Как минимум у нас еще месяц с хвостом, пусть оно правильно осядет, отфильтруется. Ну, а если проявите терпение и дальше, то будете приятно вознаграждены. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в другой раз. И на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку «Еще» будет ссылка на наш каталог сортов винограда и мои контакты. До новых встреч, пока!